Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучала Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Здесь такой поселок, 42-я шахта, выселенный поселок электричества, отключено. Живет там, по-моему, туда живут то ли 6, то ли 7 человек. Я вот помню, там была такая бабушка Зина, такая местная, то ли самогоном торговала, то ли вопросы все их местные решала. Ну, такая вот заводная пожилая женщина, которая активная очень. Приезжаем еще в один поселок, поселок Талы. Место очень такое, знаете, странное. Заходим в дом такой, весь какой-то закапченный. Парень такой сидит, огромная какая-то библиотека у него там, но он живет вот в страшных условиях. Зашли кто-то, я Сергей, рассказали ему о Христе, он принял. Мы уехали, рассказали в церкви, вот люди передали много всего. Приезжаем к ним, наверное, через недели 3. Продукты не тронуты. Парень сидит голодает, кушать нечего, не тронут. Ничего не ест. Ну, а что ты не ешь, а что ты это? Кто-то с людей сказал ему, да ты что, приехали какие-то сектанты, покормят тебя там непонятно чем. Короче, ты там умрешь, тебя отравят и прочее, прочее. И это проходит 7 лет. Мы открыли недалеко от этих мест церковь, поселок Каспашино. От поселка Талы 9 километров. В первом наборе команды «Год для Иисуса» я был 3,5 года. Было такое понимание, что Бог говорит, остав цивилизованный город, иди в пустыню. То есть Бог смотрел на эту землю, как на пустыню. На данный момент примерно в этом поселке 15-20 человек приходят на служение. И кроме этого еще есть 3 поселка, где мы раз в неделю ездим и проводим намашнюю группу. На служение приходит один брат. Он 9 километров от нашего поселка находится, оттуда дорога. Дороги туда нет, чистят редко. Но он каждое утро приходит на молитву. Это Сергей, который живет на Талом 9 километров от нашего поселка. Расскажи, а почему ты каждое утро 9 километров в церковь ходишь? Ну, здесь несколько причин. Во-первых, скажем так, чисто физическое, здоровье у меня слабое. И вот я его, соответственно, укрепляю. Но главное, конечно, главный стимул, это Господь. Это непременно, это однозначно. Волков два раза видел. Это были собаки, это были волки. И, кстати, они отнюдь такие агрессивные, как их рисуют в книгах и прочее. Такие обычные листы собачки. Достаточно любопытные. Остановился, посмотрел на меня, дорогу пересек, пошел обратно. А когда я сообразил, что случилось, испугался, он ушел по своим делам. Я по своим. Библию читаешь? Да, разумеется. А что последнего вот сейчас читаешь? Сейчас скажу. Послание Коритяну. Это вчера было. Сегодня я не читал еще. Сегодня еще буду. Открою, где получится, сразу и читаю. И вчитываю, так уже идет. Мне нравится в целом Библия, абсолютно. Отчасти даже пересмотрел, что у них это отношение на разные вещи, на разные предметы, на общение с людьми. Это прежде всего. Во всяком случае, перемены произноси. Я считаю, что лучше в сторону. И полагаю, что позитив далеко не последний. А что касается тех, кто ездит, правильно ли, хорошо, в конце концов, людям нужно нести тут доброе. Вот именно в это время и необходимо, чтобы пастори-проповедники приезжали как можно чаще. Я имею в виду не конкретно какие-то большие места, а именно в такой глубинке на Петербурге. Прошло 7 лет, и вот смотришь и думаешь. Вот тогда у меня был вопрос, а нужно ли это? А сейчас понимаю, стоило. Нужно было. Вот эти люди, они будут представлены на небесах. Только потому, что мы каким-то случайным образом приехали, потому что нам не все равно было, и мы нашли эти поселки, труднодоступные для досягаемости. Потому что их уже на карте нету, они не отмечены как населенный пункт. Мы сеем, и мы пожинаем. Библия говорит, и сеющие, и пожинающие. Будем это делать вместе. Пусть Бог гласит вас. Спасибо вам, что вы поддерживаете команды Года для Иисуса. Спасибо пасторам, которые имеют эти команды в сверхцеркве. И спасибо тем людям доброй воли, которые откликнулись на призыв Божий, чтобы приводить людей к Христу. И знайте, наше соприкосновение, живущими на этой земле, не знающими Господа людьми, это не наши вопросы, Господи, надо ли это. Это Божьи ответы для этих людей, что мы были посланниками света, которые загнали тьму. Мы были посланниками соли, которые обеззараживали раны. Мы были той закваской, которая распространяла Царство Божье и наполняла вечность спасенными душами. Пусть Бог посвятит вас. Я бы сегодня хотел именно по теме нашего служения, именно заповедей Божьей, поговорить о страданиях Христа. Сказать, как рождалась церковь и как дьявол пытался ее разрушить у самого основания. Потому что Иисус Христос даже в своих страданиях и тот момент, помните, когда войны уже пронзили Его грудь копьем, и из ребра потекла кровь и вода, свидетельствует как бы о рождении Церкви Божьей, о рождении того, что она взята от Него. Поэтому это великий Божий план. Давайте мы посмотрим на все эти события и сделаем обзор этих событий, записанных в Евангелии от Матфея в 26 главе. Я буду читать выборочно. Первое, что мы видим, он использует Иуду. Мы видим, как отрекается Петр. Мы видим, как ученики оставили его. Дальше мы видим, как Иисус предстоит перед первосвященниками, и было множество лжесвидетелей против Него. И в конце все-таки Его обвинили в богохульстве. И мы видим, как Его предают на пытки, Ему плевали в лицо, Его били, Его высмеяли. Это все было сатанинские козни против Господа Иисуса Христа. И вот один из двенадцати, Иуда, который был в числе учеников, и вот этот факт, то, что он был из учеников, еще более усугубляет его положение и то, что Иуда сделал. И вот Иуда приходит и спрашивает, «Что вы мне дадите?» Это были его слова. Он пришел сам к веросвященникам. Они не искали Его. При этом задача у пересвященников была сложна. У них уже давно в сердце был этот план. Они искали случая к тому, чтобы как-то взять Иисуса. И вы заметили, что в Писании были такие моменты, когда Иисус удалился от них, они не смогли Его взять. В Писании говорилось, что они боялись это сделать всенародно. Почему? Потому что они боялись восстания. Иудеи, народ такой пылкий, жаркий, и восстание могло бы вспыхнуть очень быстро. Они боялись этого. И поэтому для них это была очень сложная задача. И мы видим здесь, что появляется Иуда. Никто его не искушал. Никто его не тащил. Он сам приходит, говорит, что вы мне дадите? И я вам предам его. С чего все началось? Библия говорит о том, что Иуда был с учениками, он носил денежный ящик, и Писание говорит, что он был воров. И, наверное, что-то было в его сердце, кроме этого греха, что тянуло его к еще большему греху. И мы видим, что этот человек приходит сам и говорит, что вы мне дадите? Иуда, неужели тебе денег мало? Иуда, неужели тебе плохо живется? Иуда, что с тобой случилось, что ты идешь на такой акт? На такое страшное дело? Что ему недоставало? Библия говорит, знаете, в этом мы видим предостережение для себя, что корень всех зол и сребролюбие. Именно не нужда в деньгах, а жажда или любовь к деньгам, она погубила, она начала свою пагубную, разрушительную работу в сердце Иуды. И она приводит его к пересвященникам с тем, чтобы предать Господа Иисуса Христа. И вот 30 серебряных монет, это была цена оцененного, как Библия говорит. Они предложили ему 30 серебряных монет. Заметьте, что в Библии 30 серебряных монет, это цена раба. Это самая высокая цена, которая может быть за раба. Это записано в книге Исход по закону, 21 главе, 32 стихом. Вот цена раба. И вот при этом нужно отметить усердие Иуды. Написано, что после вечеря, когда Иисус, говоря, что один из вас предаст, наверное, это был еще шанс, это была еще возможность Иуде остановиться, но он не внял эти слова Господа Иисуса Христа. И написано, когда он взял этот хлеб, и он вкусил его, в этой вечере сатана вошел в Иуду. И после этого он искал удобного случая для того, чтобы предать Христа. Представляете, друзья, мы, верующие люди, понимаем, что нам нужно бежать от искушений. Этот человек бежит навстречу искушениям. В 27 главе мы видим, что Иуда, он как бы следит за всеми событиями, которые развиваются. Но вот этот стих, он меня очень сильно удивил. И когда мы читаем, когда Иисуса взяли и уже от первосвященников повели к Пилату, написано, что Иуда, который предал его, увидел, что он осужден, то есть Иисус осужден, раскаившись, возвратил 30 сребреников, говоря, согрешил, я предал кровь невинной. Друзья мои, здесь возникает такое впечатление, как будто вот этот план Иуды, какой-то план, который у него был, как будто сорвался. Вы не чувствуете это? То есть то, что произошло вот сейчас, когда Иисуса уже взяли от первосвященников, повели к Пилату, что-то как будто сорвалось. И мы видим, что Иуда в таком замешательстве, мы видим, что Иуда, он в отчаянии, он в страшном отчаянии. И что же это был за план? Скорее всего, что Иуда, знаете, как многие сегодня, решил поиграть с грехом. Наверняка в его сердце была какая-то горечь или обида, которая разъедала его, и он думал просто поиграть. Он думал, что события не зайдут так далеко, как многие сегодня думают заигрывать с грехом. Они думают, что вот пока эта собака у меня на поводке, я управляю ей. Но ты не знаешь силы этой собаки. Ты не знаешь, как она может тебя затянуть, затащить, как она может схватить тебя. И вот Иуда думал, что я вот поиграю. И может быть, Иисус, как обычно, он сможет удалиться, как тогда на скале удалился, и как-то избежал от рук пересвященников. И может быть, на суде он как-то оправдается, или может быть, какое-то чудо произойдет, ангелы придут, защитят. Но он никак не допускал, что как раз вот это время пришло, когда Иисусу надлежит пострадать и умереть. И он стал прямым участником посреди всех этих действий, посреди всей этой драмы, которая разворачивалась. Он не думал об этом. Он не предполагал. Поэтому он пришел просто в тупик. Он уперся в бомб в стену и понял, что здесь что-то не то, что-то пошло не так. Он думал, что Иисус должен избежать суда. Но Иисус молчал на удивление. Друзья мои, многие из нас, мы оцениваем наши поступки по последствиям. Нам следовало бы оценивать поступки по Слову Божьему. Соответствуют ли мои поступки Слову Божьему? Соответствует ли мое сердце тому, что Бог хочет видеть в нем? Но как только мы становимся на вот этот скользкий путь, и мы начинаем оценивать себя, сравнивать, сопоставляя, что я не так далеко скатился, как вот они, поэтому я могу себе позволить это, мы начинаем оценивать себя по последствиям. Я же ничего зла не делаю окружающим. Дорогой друг, но ты грешишь против своей собственной души. Иуда оказался на этом пути, где он был пойман, где он был схвачен. Те деньги, которые он взял, которые так он хотел, которые он так любил, сейчас жгут не просто его карман, они жгут, прожигают его душу, его сердце, его руки. И он не знает, куда с этими деньгами. Он прибежал туда перед священником, и он думал, что они поймут его как священники. И он говорит, я согрешил. Он вроде исповедуется, он открывается для них, но они говорят, а нам что до того, нам все равно. Это ж ты, твоя жизнь, делай, что хочешь. И он в отчаянии бросает эти деньги и уходит. Он бросает их в храме. Пересвященники смотрят на эти деньги и думают, ну, что нам с ними делать. Они взяли эти деньги и собрали. И вот эти деньги как раз соответствовали той земле, которую они могли приобрести. И они подумали, неплохо, мы сделаем такой акт милосердия для народа, купим эту землю, землю горшечника для захоронения паломников. Представляете? И они подумали, что вот так мы умоем руки, мы не участвуем, это проблема Иуды, мы еще и доброе дело сделаем. Все так было шито, крыто. Но знаете, друзья, Бог видит все. И если Бог решил покрыть кого-то позором, знаете, этот человек не скроется от этого. Если люди были насколько искусны и лукавы в том, чтобы сделать это зло, и они перешагнули через всякую мораль, то Бог видел это. И то дело, которое они сделали, мы с вами сегодня знаем и говорим открыто. Мы видим, как Петр оказался в водовороте этих событий. Мы видим Петра, который стырит перед Господом, глядя ему в глаза, заявляет, что Господь, если даже все отрекутся. Вот мне кажется, если бы не вот эта фраза, если бы все, Петр, неужели ты лучше всех? Неужели ты сильнее всех остальных? Петр переоценил себя? Я не отрекусь. Господи, я готов на смерть с тобой, Иисус отвечал, Петр. Петух не пропоет, трижды отречешься от меня. И мы видим, что дальше Петр уже следует на таком расстоянии, на такой дистанции некой, безопасной для себя. Он не чувствовал того, что происходит, но уже что-то происходило. Вот эта дистанция, которую он следовал за Христом, говорила о его том обостренном чувстве безопасности, которое он испытывал. И он думал, я так осторожненько, приду по любопытству и посмотрю. Он не заметил, как оказался среди тех, которые там были возле костра. И казалось бы, Петр, но если бы воины взяли тебя, схватили и начали допрашивать там, прислонили тебе каленое железо и говорили, ты был с ними? Но нет же, какая-то женщина сидела и просто, о, я видела тебя, ты был среди них. Он такой, да нет, я не был. И когда на третий раз он отрекся, он начал клясться и божиться, что не был. Петр, какая-то женщина. Самонадеянность и самообольщение. Это было еще одним ударом. Ученики оставили его. Они разбежались с каковцами. Они испугались. Они, когда Иисус спросил, когда он молился там, в Гефсимане, ему было тяжело, как сыну человеческому, они все разбежались. Он просит их, говорит, не могли бы в час пободрствовать со мной, помолиться. Он пил эту чашу горечи, он пил эту чашу страдания, они не смогли побыть с ним. Мы видим, как он оказывается перед этими судьями. И этот судебный процесс, это посмечище. Представляете, перед священниками, которые были блюстителями закона, они ищут людей, которые бы свидетельствовали. И Писание говорит, что многие, многие лжесвидетельствовали. Что это означает? По закону вообще лжесвидетельство, это очень тяжкий грех. И мы не видим, чтобы они тут же, обычно в судебном процессе, если есть факт лжесвидетельства, тут же судья может что-то поменять в ходе, в процессе. И этот человек, если выявляется факт лжесвидетельства, он не должен остаться не наказанным. Но мы видим, что эта толпа лжесвидетелей, они просто по очереди выходят, и их свидетельство, знаете, белыми нитками шито, дело все было представлено. И перед священником не смотрят, закрывает на это глаза. И дальше выходят двое, которые обвинили в богохульстве. И они зацепились за это. И обвиняют его. Иисус молчал, не отвечал ничего. Библия говорит, как агнец пристригущим, и безгласен был. Он не оправдывался, не защищал себя. Он знал, что надлежит ему пострадать. Поэтому они готовы были предать его смерти, но их полномочий не хватало, потому что римская власть была. И это право давалось только Понтию Пилату, который стоял во главе римской власти там. И мы видим, как Иисус оказывается перед Понтием Пилатом. И этот человек, выйдя и понимая, как Библия говорит, что его предали из зависти. Заметьте, предали из-за зависти. Пилат вроде делает попытки, говорит, так и так. Может быть, давайте я вам отпущу его. Кого вам отпустить? Народ стал кричать, воравву. И заметьте, как Пилат перекладывает вину. Представляете, выносит решение, осудит на смерть, и тут же говорит, смотрите вы, умывает руки и говорит следующее, невиновен я в крови праведника сего. Как можно так глупо противоречить себе? Ты, как судья, выносишь вредит, предаешь на смерть и тут же сам против себя свидетельствуешь, что он невиновен. Представляете, друзья, как сильно люди, которые были там, как сильно было повреждено их сердце, их разум, они настолько открыто противоречили себе, что как словно кто-то там водил имя, кто-то там расставлял их. И это страшное обольщение, в котором находятся многие сегодня, переложить, как будто можно переложить вину за грех на кого-то, на другого. Как бы тем самым, если я переложу вину на кого-то, я не понесу наказание. Вот они жили в этих иллюзиях, и многие находятся сегодня. Понтий Пилат умывает руки, смотрите вы. Иуда приходит перед священником, говорит, я передал кровь невинную, смотри сам, это твое дело. Они думали, что они переложили вину, и они не участвовали в этом деле. Понтий Пилат говорит, смотрите вы, но что делают иудеи, заметьте, они отвечают ему, они настолько жаждали крови, они настолько хотели этой страшной смерти для Господа Иисуса Христа, что говорят, кровь его на нас, и на детях наших. Если бы они отдавали отчет, я не могу объяснить эти слова, мне кажется, либо они были вот, знаете, как настолько в таком бесовском кураже, настолько они обезумели, обезумели, что они не давали отчета тому, что происходит. Их целью, их жаждой было, чтобы убить праведника. И они говорят, они готовы взять на себя вину, они говорят, кровь его на нас и на детях наших. О, если бы те евреи смогли посмотреть на свое будущее, на будущее поколения, а что самое страшное, на нас и на детях наших, то есть дети, которые невиновны в этом беззаконии, они готовы, чтобы и дети понесли это наказание. История израильского народа, она вся на лицо, она свидетельствует об этом, то, что они сказали тогда. Как это страшно! Как будто в этом нет ничего такого! Они с легкостью это сделали! Но, друзья мои, знаете, что? Если человек банкрот, имеет ли он право брать на себя поручительство за кого-то? Это так очевидно! И вот эти люди, они совсем забыли про это! Вы сами банкроты, вы сами в грехах, и вы думаете, что вы можете взять на себя единственный, кто может взять на себя грехи других, тот, в ком в самом нет греха. Тот, кто не будет отвечать за свой собственный грех. И как вы думаете, кто это был? Иисус. Когда Иисус входил в Иерусалим, и когда Иисуса повели туда перед священнику с Гефсиманского сада, его повели через овечьи ворота. Это исполнилось пророчество, потому что каждый год, входя в Иерусалим, люди, принося пасхального анкса, они входили через эти ворота. Это было постановление. Дальше нужно было принести этого пасхального анкса перед священнику, который посмотрел и увидел, что он без порока. Тогда он говорит, что допускал до жертвоприношения, если без порока. Иисус стоял перед священником и по воле всех этих событий Иисус был определен как жертва, то есть как агнец, который может быть принесен в жертву. Представляете? Все события, казалось бы, люди находятся в таком хаосе, в водовороте, но во всем этом присутствовала всемогущая рука Божья, который, видя, как дьявол напрягался, используя все свое оружие для того, чтобы убить Сына Божьего, но Иисус победил смерть, Он победил ад, Он восстал из мертвых. И как некогда, помните, Самсон, который был закрыт в городе газа. И когда Он вышел, филистимляне наивные думали, что вот Самсоном мы закроем ворота, сильные запоры, тяжелые ворота. Самсон проснулся, увидел эти ворота, вырвал их с косяками, вырвал запорами и унес их далеко, за несколько километров на гору и там их оставил. Когда они это увидели, они были в шоке. Та же наш Господь Иисус, который был распят и убит, и враги Божьи даже не думали, Сатана даже не думал, что такое произойдет. Он думал, что вот камень к гробу приложен печать римской власти и ничего, нам бояться теперь, вот наша победа. Но Он, как Самсон, вырвал эти ворота, Он вырвал эти врата ада и Он победил смерть. Его правда восторжествовала и Его истина, и Его благость, и Его любовь к нам с вами сегодня. Он победил. Это оружие, которое дьявол изощрял, вынашивал, нашел Иуду, использовал слабость Петра, использовал пересвященников, использовал толпу, использовал все эти козни-замеслы. Они не были успешны. Почему? Потому что во всем этом осуществился Божий совершенный план искупления для тебя и для меня. Аминь. Давайте мы встанем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok